книга открытым оком тема священство том 4 вопрос 1239 у вас много знакомых священников и как вы говорите даже хороших и вы много лет знаете их поддерживаете с ними связь как по вашему мнению духовно они растут или нет и что по этому вопросу думают они о вас отвечает игнатий тихонович лапкин я знаю только православных священников при том русских большей частью в россии поэтому говорю не обобщая в мировом масштабе я очень внимательно присматриваюсь к ним переписываюсь общаюсь и прихожу к твердому убеждению что в московской патриархии почти невозможно сохраниться даже в первоначальном состоянии если человек искренне верующий беда православия в том что обучение идет не по библии а потому что в основном человек видит на богослужение и тянется к храму к монашеству есть ставшие священниками перешедшие от баптистов и из других сект они подавали очень большие надежды они рождены свыше как правило знают священные писания из них встречаются ревностные даже руководимые духом святым но на сегодняшний день за сорокалетнюю практику близкого знакомства с такими не имею ни одного случая когда даже из когда даже этих священников московская патриархия не подвергла бы коррозии души само основание патриархии глубоко и неисправимо порочно и основана на абсолютной лжи она основана в июле 1943 года сталиным и берии отбор в архиерее идет на и строжайший по принципу верности патриарху и синоду а не христу и библии это церковная система уродует души людей и всюду и везде во взаимоотношениях царит ложь и неискренность окружение архиерея практически везде вообще не имеет другой задачи как защищать архиерея если их интересы расходятся архиереи священников то как правило речь касается только денег дележа доходов на сегодняшний день остаюсь при этом мнение если вы можете это опровергнуть дайте мне адрес такого священника который во всем подчиняется богу канонам церкви а не требованием правящего архиерея их мнение о мне неоднозначно друзья искренне радуются нашим успехом есть тайные кто хотел бы помочь но боится гонений и мести от своих есть крайне враждебные ко мне и всякое наше движение вперед воспринимают как свое горе они поносят меня денно и ношно и самое главное в этом что ни слова правды не говорят и потому уязвляют только самих себя сколько не таилась бы упругой силы в мышцах мужества в крови по горам нельзя идти без друга верного товарища зови ты над бездной так звезда порою на краю горы повиснет вдруг кажется что смерть не за горою нет неправда рядом верный друг наконец вершина голубое небо расстилается вокруг счастье в сердце вырастает вдвое от того что рядом счастлив друг дмитрий гули а дмитрий гули а